Усадебный комплекс Полибино-Липецкой области был построен в конце 18-го, начало 19-го веков историком и сенатором Степаном Нечаевым, который являлся одним из популяризаторов места предполагаемой Куликовской битвы. По его же инициативе там появился мемориальный комплекс. До революции в этой усадьбе, которую мы сегодня с вами посмотрим, находился даже первый в России музей Куликовской битвы. Следующим хозяином усадьбы стал его сын Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, который был более известным, чем его отец. Кроме наследства своего отца, ему достались богатства и своего дяди Ивана Мальцева, что сделало Юрия Степановича одним из 12 богатейших людей России того времени. Большое состояние позволило Нечаеву попасть в историю своей меценатской деятельностью, которая сохранила для нас несколько прекрасных зданий, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве, Георгиевский собор, в котором сейчас расположен музей Хрусталя в городе Гусь-Хрустальной Владимирской области, ну и удивительный храм в соседнем от Полибина, в селе Березовка. Этот храм в честь Дмитрия Солунского был построен по проекту известного архитектора Александра Никоноровича Померанцева в псевдогрузском стиле в 1897 году. Фасады здания были украшены мозаиками, выполненными по рисункам еще одного известного человека-художника Виктора Михайловича Васенцова. В советское время храм был закрыт, в Великой Отечественной войне здесь располагался госпиталь, а в 60-х он был приспособлен под клуб и склад. В 2002 году храм был отдан верующим, и с 2005 года в нем начали вести службы. В настоящее время ведутся реставрационные работы. Но вернемся к нашей усадьбе. Главный усадебный дом был построен в классическом стиле, и многие современники без преуменьшения называют его дворцом. Кроме того, усадьба содержала множество хозяйственных построек и английский сад. Одной из визитных карточек усадьбы является гиперболоидная башня инженера Шухова, которая была первым объектом такой конструкции в мире и создавалась для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. После выставки башню купил Юрий Нечаев и перевез ее в свое имение, где она была приспособлена для водоснабжения усадьбы водой из Дона. В разное время в усадьбе гостили многие деятели культуры. Среди наиболее известных можно отметить писателя Льва Толстого, поэтессу Анну Ахматову, художника Репина, Айвазовского и многих других. Во времена революции усадьба была разграблена. Часть большой коллекции картин и экспонатов музея пропали бесследно. Позже все постройки были нациализированы и приспособлены для государственных нужд. На территории усадьбы в разное время располагались правление колхоза, библиотека, клуб, общежитие и школа. С более подробной историей вы можете ознакомиться в моей группе ВКонтакте. А мы начинаем. Ну что, друзья, давайте посмотрим поближе эту усадьбу. Сходим внутрь усадебного дома, в их флигеле, и потом поднимемся на Шуховской вонопорной башне. Давайте пока рассмотрим с улицы поближе вот такую вот красоту. Здесь, как видите, раньше был балкончик и от него остатки. Это, собственно, левый флигель, в котором происходила, а также в самом усадьбном доме, реставрация. Смотрите, какое крыльцо. Какая же красота-то! Вы только посмотрите! Это, собственно, переход из дома во флигеле. Здесь, конечно же, дверь закрыта. Внутрь здесь не попасть. Ну, мы знаем о лазейках, где нам это удастся. Собственно, двор. Смотрите, какая ручная ковка тех-тех еще годов. Красота! Это, собственно, правый флигель. Смотрите, какая же красота-то! И вот такой вот еще козырек. Тоже кованый. И водонапорная башня, знаменитая. Так, давайте посмотрим, есть ли вообще вход внутри или нет. Вроде так все открыто. Посмотрим, тут открыт или нет. Или здесь не пройти. Да, здесь не пройти, к сожалению. Смотрите, на окнах сохранились вот такие вот решетки. Здесь вот получше видно будет. Смотрите. Ох! И родная рама оконная. Оттуда, как видите, заложили камнем. Здесь заложили кирпичом. И арочный, соответственно, свод. Красота! Просто непередаваемая. Такие вот колонны. Из камня. Провода подходят. Современный, новый счетчик. Смотрите, та еще оригинальная лестница на крышу. Где-то присутствуют окна, где-то уже их нет. И совсем рядом, как видите, жилые дома. Так, давайте сюда еще заглянем. Здесь тоже... А, вот он, проход есть. Внутрь. Здесь, судя по всему, печь стояла когда-то. Видите, здесь все закопчено. И, собственно, дымоход внутри стены. Интересно, дверь открыта или нет. А, открыта. И вот такая здесь лестница наверх. Двойные двери. А, это на улицу. Ох, старина. Ох, старина какая. Мраморные ступени. Смотрите, сохранилась вся лепнина. Какая красотень-то. Да, жаль, что реставрационные работы закончились. Люстра, но это уже современную, и повесили при реставрации под старину. Какие-то моральные, извиняюсь, уроды. Разломали все. Да уж, да уж, да уж. Здесь печальная-печальная картина. Ну, да, ну, хорошо хоть и крышу перекрыли. И то хорошо. А, это переход в левый флигель. Повсюду лежит стекловата. Ну, вернее, минвата. И при реставрации, смотрите, что замечательно. Ставили не пластиковые окна, а деревянные. Что не может не радовать. Как видите, современный кирпич здесь. Видимо, все было разрушено какое-то время. Дети все изрисовали. И мы попадаем в левый флигель. Ух, сквозняк какой. Здесь на полу сохранился частично паркет того времени. Да, то, что деревянные окна оставили, и это прям радует, что не пластиковые. Крыша металлическая видна. И мы вернулись в тот самый же коридор. Смотрите, здесь родные межкомнатные двери. И вот так вот внутри, в одной из комнат. Потолок, как видите, отремонтирован. Ну, вот он, старый паркет. Частично сохранившийся. Здесь двери на балкон. И там тоже. Кто-то повесил. Это чей портрет? Владимир Владимирович Ленин в парке. Фото август 1917. Что-то не похоже на Ленина. Здесь, как вы понимаете, тоже стояла печь. Там он дымоход, все закопчено. Да, ну, пылью прям, так сказать, пахнет. Еще одна комната. Совсем небольшая. Те еще родные межкомнатные двери. Ух, а здесь уже... Ой-ой, что-то прогнивается. А здесь уже пол-то, как видите, весь сгнил. Реставрация не дошла. Ну, окна новенькие. Так, давай чуть-то не пойдем, уж обойдем. Все-таки жизнь, здоровье дороже. Да, здесь вот тоже дыры в полу. Дымоход в стене. Такая вот маленькая комнатка. Здесь, смотрите, вставили окна, и кто-то уже их своровал. Смотрите. Металлическая кованая лестница. Та самая оригинальная. Красота какая. Посмотрите только. Все это раньше вручную ковалось. Сколько времени труда. Ушло когда-то на это. И, собственно, дверь на улицу. Так, и здесь. Ух, подвальчик. Все загажено бутылками. Давайте сгоним. Подвал. Тут многие просят. Но, как правило, в подвале ничего интересного. Обычной нету. Тоже арочный свод. Вот в таком-то где. А-а-а, он горел. Подвал-то, смотрите. Он не сгнил, он сгорел. Был когда-то пожар. Снова дверь на улицу. Так, давайте сюда сходим. Так, давайте сюда сходим. Перевороженный проход. Такое вот здесь помещение. А, тут все, не тупик. Здесь право, мимо, кто-то стены. Ну, е-мое. Смотрите, стеллажей. И вот такое помещение подвальное. И, смотрите, такими вот волнами потолок. Так, давайте заглянем туда, где вот, видите, когда-то давно заложили. и посмотрим, что там и куда. Ой-ой, смотрите, как вся разваливается. Фух. Ну, принц, там ничего интересного. Ева. Вот так вот. Все трухляло. А тут уже фиг вылезешь. Можно, конечно, было постараться, но я не вижу смысла туда ходить. Обычные, пустые подвальные помещения. Ой, уж вы не обессудьте. Лестница прям вообще шикарная. Солоситесь, друзья. Просто шикарнейший. Ну что, вернулся я из левого флигеля сам дом. Сразу не обратил внимания, когда я здесь шел. Вот такая вот напись 17 декабря 95-го года. Воскресенье. Выборы депутатов районного совета. Давайте теперь сам дом осмотрим. И смотрите, здесь окошко. Советские годы. Точно не знаю, что тут было конкретно в этом месте. Здесь вот, видимо, вот оно, это окошко. Что-то вы давали. Это, собственно, сам дом. Да, ну, прям морально врод, извиняюсь за выражение. Люди реставрировали, вкладывали средства, силы. Какие-то вандалы пришли и все поломали. Да и тут, я не знаю, чтобы у них руки ну, я отсохли, извиняюсь. Культурные наследия Липецкой области. Памятники архитектуры. Здесь, как вы понимаете, была сцена в советские годы. Крепление от прожекторов. Смотрите, даже лампы, светильники остались на потолке. Часть из них уже покололи вандалы. Часть еще нет. Батареи, смотрите, уже, видите, все восстановлено было. Трубы. Итого батареи, соответственно, своровали. Счетчик раскурочили. Даже точнее счетчик, это электрический шкафчик. Весь размародерили. Пытались провода выдернуть на цветмет. Вот, собственно, подсветка на потолке сцены, так называемой. Люстра. И, смотрите, здесь был раньше вход наверх, потом его закрыли гипсокартоном и потом кто-то уже разломал. И там виднеется бирюзовая цветом дверь. Давайте попробуем подняться. Скользкая штука. Неимоверно. Так, так. Фух, скользко. Скользко. Очень скользко. Так, куда же этот проход ведет? Сейчас включу фонарик. Ага. И все. И все. Смотрите, какая высота этих вот межкомнатных дверей. Да. Зря только поднимался. Что ж, теперь. Идь. Идь, идь, идь. Идь. Можно прокатнуться. Идем можно туда пролезть. Тут же нет у нас прохода. нету. Значит, нам туда. Это, я так понимаю, проход вправый, который не реставрировали флигель дома. Надеюсь, фонарик не пересечивает. Их. вот они какие двери. Вы посмотрите. Высота их какая. ого. Ну, а, понятнее, пустота. Ну, это часть всего так и бывает заброшенных в заброшенных усадьбах. Так, это вот это все еще основной дом. Смотрите, здесь снова окошко такое в стене. В советские годы выдавалось что-то. Наверное, зарплата. мы не сходим в тот заброшенный правый флигель. Вот здесь, собственно, проход, и, как видите, все забили железом. А здесь, смотрите, сохранилась старинная печь, которая была выложена из кирпича и обшита железом. Многие вы такие видели в видео на моем основном канале. Чаще всего они тоже в заброшенных усадьбах находятся. Один раз я встречал в заброшенном заводе, но там тоже завод конца 18 века и в нескольких заброшенных церквях. Как видите, здесь тоже одна сохранилась. Ух, тут все сгнило. Аккуратно, вот следы свежие по пыли. Смотрите, здесь тоже дымоход внутри стены, значит, здесь тоже такая же печь стояла когда-то. Да, ну, хорошо хоть законсервировали, так сказать, этот усадебный дом. И смотрите, вот здесь вот такой оригинальный паркет. таким вот рисунком. Балкончик здесь был и вон, собственно, правый флигель. Так, а в него переход дальше. Я ошибся. Там было замуровано это на балкон, скорее всего. давайте сходим туда. Наверное, здание все равно в аварийном состоянии. Довольно-таки. Ох, смотрите, здесь какая красивейшая металлическая кованная лестница. Какая же красота это. Так, давайте поднимемся наверх, куда нас приведет. Потому что до этого я в этом месте не был еще. Да, здесь уже, как видите, лестница-то прогнила немножко. А, это, собственно, чердак дома. Потолок которого, как видите, частично обрушился. Перекрытие, как видите, новые брусья толстые. туда я точно не пойду. И здесь тоже, как видите, обрушение произошло. А это, собственно, правый флигель. Сейчас мы с вами туда сходим. посмотрим. Блин, вообще шикарнейшая эта же лестница. Согласитесь, друзья, просто шикарнейшая лестница. Давайте теперь еще вниз сходим, потом пойдем туда. наверняка эта лестница нас приведет в подвал. Смотрите, здесь одна металлическая ступень отсутствует. и вторая тоже. Ух, а эта шатается. Нужно аккуратненько, аккуратненько. опа. Да, лестница так лестница. Так, здесь дверь металлическая на улицу. А это, собственно, подвал. И вот так внутри кто-то подметал множество следов к помещению, в которой такая вот печка стоит небольшая и в ней явно была плита. Рядом с ней на полу лежат вот такие вот книжки. Общевоинский устав, вооруженных сил СССР. 77 год. Нет, 83 я ошибся. Это гимн утвержден указом приземного Верховного Совета СССР 27 мая 77 года. Государственный гимн СССР СССР. А книга сама 83 года. Вот такие изображения есть. Приемы с автоматом на ремень и из положения на грудь, из положения на ремень и прочее. такая вот книжка. Гражданская оборона 82 года. Защитные комбинезоны. Небольшие кости картинки. Выдача противогазов по месту работы. В принципе, на любителей довольно интересная книжка, я думаю. Гражданская оборона. Еще одна общевоинский устав вооруженных сил СССР. Даже подписано, смотрите, в 85 году кем-то. Книжка 85 учебное пособие по истории английской литературы для третьего курса. Издательство Рязань 1987 года. Кафедра иностранных языков. Училище Рязанское высшевоздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени ленинского комсомола. Такая вот книжка. И как вы видите, вот так, наверное, все на английском языке, соответственно. А нет, где-то на английском, где-то на русском. Такая вот книжечка. ящики с пустыми бутылками и банками. Посмотрим, что за бутылки. Русская водка, Роспищ ПРОМ РФ. Цена договорная. Дата изгновления, к сожалению, мы не узнаем. Наверняка здесь сзади была наклеечка, где было написано. Но я не утверждаю. Изготовлено из натурального молока, хранение 6 месяцев, дата выработки 10-й месяц 97-го года. Можайское стерилизованное молоко. Город Можайск, Московская Власть. Фактически житетная бутылочка. Интересно, там еще производят это молоко или нет. АО ЗСМ Можайский. Какие-то еще есть интересные бутылочки. Боржоми. Хорошевский завод безалкогольных напитков. 6 месяцев срок годности. Здесь, я так понимаю, сверху написано наверное на грузинском или на абхазском 96-го года. Многим наверное неинтересно быть с моей бутылки, но я думаю, что это нужно показать. Изготовленная из основы для напитка фирмы Джиденхер. Нет, Дюнхлер. ФРГ. Стерилизованный напиток малина. Так, год, 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 год. не указан. К сожалению, видимо, была надпись и настерлась. Пиво Выбранецкое. 19-е число, третий месяц, а год, к сожалению, не указан. Так понимаю, это украинское, что ли? Не знаю даже. Это такая же. Эти без этикеток. Тоже без этикеток. Я так понимаю, здесь на магазинчик был. Или это склад магазинчика. Остатки это счетчика, лампочка, штора, маленькие иконки висят на стене. Очаковское пиво сделано в России. Написано, как вот. Балочка, третье, Тугульское пиво. О, смотрите, литература в школе, 61-й год. Впервые такое вижу. Снова литература в школе просвещения, 69-й. Литература в школе 77-го. Снова 77-й год. А тут даже, смотрите, 58-й. Впервые такое вижу. 79-й, 73-й. Маленькая книжка «Товарищ». Что это за товарищ? Ага, «Ленин». «Моя школа». Надеюсь, я не пересвечиваю. Надеюсь, не пересвечиваю. Видно. Так, вот маленькая бери с коммунистов пример. Стройка советская изображена. странички пионерской летописи 1922-1966. Такая вот книжечка «Товарищ». Здесь, смотрите, бутылки. спорт граната. Спортивный виноградный напиток. Впервые такое вижу. В Венгрии делают. Изготавливают. Я не изготавливала. Так, срагула с указом на крышке. Такой год. 2015-й. Венгерский какой-то спортивный виноградный напиток. Впервые такое вижу. Вилли лацис. Бескрылые птицы. Здесь какая-то Владимир Степанович. Личный состав части. Поздравляем тебя с поступлением в Академию имени Фрунзе. 22 августа 73-го года город Каунас. Это Латвия, наверное, или Прибалтики. 73-го года книжечка. И снова подвал. Такое довольно-таки большое, но пустое помещение. сквознячок тянет. Ого себе еще вниз. А, ну это вернее первый этаж, это не подвал. Он сделан как подвал. Как-нибудь гусь отгагачит. Интересно, слышно или нет. Еще одна печка. Кто-то проломил часть стены. И тут дверь. Включатель раскрученный. Лестница. Видимо, на улицу. здесь стена стояла сгнили доски и она вот так вот рухнула. И смотрите, туда ведут ступени три штуки. А дальше замурована идет кабель-канал. Ну, я так думаю, это на улицу, во двор. Судя по всему. Так, давай сейчас сюда сходим. Еще одно помещение. Такое вот. Здесь вот ничто не рухнет. шкалатка кирпичная. А, и все, тупик. Здесь снова стояла печка. Смотрите, дымоход копченый, который уходит в ту сторону. так, давайте еще ниже спустимся. Сразу не обратил внимания, смотрите, на полу из мрамора вот такие вот плиты. Гуси гагачат. И лестница еще ниже. Так, не рухнет она, выбег крепко. выглядит вот это уже точно самый-самый подвал. Замурованные окошки там были. Тут ход есть. подлестница. Это подлестница. я думаю, что да. А вы, друзья, как думаете, напишите в комментариях, зачем вот такое небольшое подвальное помещение. И даже здесь чувствуют, что здесь сырость довольно-таки сильная. но в правый флигель я, не пойду. Сами видите, почему. Пол выложен из кирпича и он весь рушится. Я думаю, что мы особо ничего не потеряем, не посетив его. Наверняка там полнейшая пустота. И, наверное, никаких артефактов и нет. Можно в принципе вот так вот перебираться по проемам оконным. Но местные могут увидеть. Видите, дома совсем рядом. Могут ругаться. И кто его знает. Ну и время собственно поджимает, потому что я приехал от дома за 360 где-то километров сюда. Время уже 3 часа дня. Уезжал я в 9 утра. Так что мне еще возвращаться по темноте скорее всего домой. Ну что друзья, вышли мы на улицу. Давайте еще осмотрим немного вот тот самый переход в левый флигель, который реставрировали. Окна переход, как видите, обиты железом и водостоки новые. Так жалко, что так и не восстановили эту усадьбу. Ведь какое замечательное было бы место. Ну и собственно еще одно строение. К сожалению, не знаю, что здесь изначально было. Остался этот козырек тоже кованый, старинный. Дверь заперта на замок табличка, что ведет сведеноблюдение, которого здесь я так понимаю и нету. Проводовые подходят в здании, но никаких камер даже нету. А это собственно та самая легендарная башня. Ну что, друзья, я не я если не слазю. Вы же знаете прекрасно. Опа-ля. Прямо совсем рядом на живой доме. Думаю, не могут ругаться, но я смотрел фотки, очень много народа умеет наверх лазить. Шатается немного лесенка. Шатается однако. Она собственно держится на этих тросах. по сути дела. А вот так эта лесенка держится на тросах. Она соответственно довольно сильно шатается. Не знаю, насколько это видно на камеру. Сильный ветер. Однако, друзья, довольно страшно под ней подниматься. Еще сильный ветер ее очень сильно шатает. Она держится только на тросах. полтора гостей тросов примерно. Могу еще забрать. Что рассыпать нет смысла. Народ лазит, я смотрю фоток. Очень много на просторах интернета. Я дрем вату. Все птички гадили. смотрите, бак весь уже сгнил. Просто напросто. Страшно, я бы сказал. ничего не развалится. Собственно, сильнейший ветер не было. Он где-то метров 18 секунд. не через даже присылали. Что, штурмовое предупреждение? Фух, страхово, я бы сказал. вон и мы собственно вот так. Вот такой вот вид сверху открывается. Довольно-таки неплохой. Здесь еще одна лестница на сам шпиль. Но я уж, тем более в такой веселый ветер не без губов. А мят снова ну и нафиг. Надеюсь, меня правильно поймете. Ну что, друзья, давайте теперь сходим к пруду. Совсем тут рядышком. Еще одно какое-то строение, не знаю, никакой информации нет на пространстве интернета. С советских годов оно построено, либо нет. я думаю, что советский. Там характерный белый кирпич. Ветер, к сожалению, сильно очень поднялся. Повсюду клен, желтые кленовые листья. Осень золотая в самом разгаре. И смотрите, сколько в этом пруду плавает гусей. тире, 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 тире. О, сколько их здесь много. тире. Тире, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, кто смотрит меня впервые и еще не подписан Обязательно проверьте, нажат ли у вас колокольчик Если нет, то обязательно его включите Чтобы вам приходили уведомления о выходах новых моих видео И вы их никогда не пропустили Если кому, друзья, еще интересно Другие заброшенные усадьбы посмотреть Которые я посетил в описании к видео И также сейчас в правом верхнем углу выставит подсказка Ссылкой на плейлист В котором довольно-таки много Видео с различных заброшенных усадьб нашей страны Подписывайтесь также на мой канал Наверное, Дзен Групп ВКонтакте Но мне сейчас пиликать еще 360 километров до дома Вот Вернусь уже ночью Всем огромной удачи И пока-пока Красота, красота Я бы здесь поселился Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!